Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года только в столице на пожары МЧС спасатели совершили уже более 1700 выездов. На пожарах погибло 15 человек, из которых один ребенок. 26 человек пострадало. Из них двое детей. Из опасных зон работники МЧС спасли и эвакуировали более 1800 человек. Все подробности происшествий в городе за прошедшую неделю прямо сейчас. Минск чрезвычайный. В понедельник около полуночи по улице Первая Землемерная горел частный дом. Здание уже было подготовлено на снос. Оперативно прибывшим на место вызова бойцам МЧС дом достался уже полностью во власти огня. 300 квадратных метров площади не испугали профессионалов и пожар был оперативно ликвидирован. Причина пожара неосторожное обращение с огнем. Кто же был этот человек? Бездомный или слишком нетерпеливый будущий владелец территории? Это предстоит установить следствию. По-видимому, незатушенный сигаретный окурок, сброшенный свыше лежащих этажей, стал причиной загорания имущества и оконного блока на балконе квартиры по улице Заславской около 7 часов вечера во вторник. К счастью, огонь в квартиру не проник и в результате пожара никто не пострадал. Напрашивается риторический вопрос. Сколько еще нужно сгоревших балконов, чтобы до курильщиков наконец дошло? Что небрежность при курении вредит не только их здоровью, но и серьезно угрожает безопасности окружающих. Минск чрезвычайный. Около полуночи со среды на четверг на номер 101 поступило сообщение о том, что 19-летняя девушка упала с уровня первого этажа в подвал. Несчастный случай произошел рядом с караоке-клубом на проспекте победителей. Спасателей на помощь вызвали сотрудники клуба. Юная барышня упала с 6-метровой высоты в подвальное помещение разгрузочной рампы здания. Работники МЧС транспортировали пострадавшую в машину скорой помощи. Травмы у студентки хоть и серьезные, ушиб головного мозга и сочетанные травмы, но жизни ее ничего не угрожает. Со слов очевидцев, нетрезвая компания, в которой и была пострадавшая, взгромоздилась на парапет в попытке сделать селфи, в процессе которого девушка и упала. Всем любителям модной забавы на заметку. В попытках запечатлеть себя на память думайте головой, иначе селфи может стать последним фото в вашей жизни. В конце недели ничего серьезного не горело, но из-за сильного дождя подтопленными оказались некоторые участки проезжей части, в том числе сильнее всего пострадала территория рынка Ждановичи. В результате подтоплений в городе было ограничено движение общественного транспорта, пострадавших, к счастью, нет. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. В конце хотелось бы напомнить. За окном лета у детей каникулы. На прошлой неделе температура по стране зашкаливала за 30 градусов, и люди спасались в воде, жертвами которой только с мая 2016 года в республике стали уже 130 человек, из них 16 несовершеннолетних. Минск чрезвычайный. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах. Откажитесь от водных процедур в нетрезвом виде. Около 80% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Если вы много времени провели на солнце, не спешите окунаться. Отойдите в тень, остыньте, и лишь потом идите плавать. Взрослые чаще всего гибнут на воде по своей беспечности, а гибель детей всегда остается на совести родителей. Детям любого возраста нельзя разрешать купаться без присмотра взрослых. На отдыхе наблюдайте за ними, когда они играют на берегу. Не выпускайте их из вида. Не позволяйте детям нырять с ограждений или берега. Старайтесь пресекать шалости на воде. Объясните ребенку, что не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать и устраивать соревнования на водоемах. Не оставляйте детей без присмотра никогда. Печальные случаи происходят не только на воде. 3 июля 4-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа дома по улице Космонавтов. Родители малышки отвернулись буквально на минуту, и она в это время облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. По счастливой случайности ребенок остался в живых. Будьте внимательны. Не оставляйте детей одних и будьте для них примером. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.